На этой неделе авторитетный институт социологических исследований имени Горшенина при содействии представительства фонда Фридриха Эберта в Украине провели любопытнейшее социологическое исследование. Интересовались эксперты мнением украинцев по поводу их роли на карте Европы и мира, какой политический вектор следовало бы избрать в нашей стране и рейтинг протестных настроений граждан различных регионов. Вашему вниманию представлю три, на мой взгляд, самых интересных аспекта этого исследования. Отмечу сразу, эксперты опросили 2000 жителей Украины из разных регионов страны. 51% опрошенных считают, что Украина должна стать членом Европейского союза. Почти 25,5% опрошенных придерживаются мнения, что Украина не должна не входить ни в Европейский союз, ни в Таможенный союз, в который, напомню, входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и другие государства. В свою очередь, Таможенный союз привлекает чуть более 10% жителей страны. Не определились с политическим вектором развития Украины почти 13% ее жителей. Любопытная статистика по регионам Украины. Евросоюз – абсолютный фаворит у жителей Запада. 78% местных жителей мечтают об объединенной Европе. На юге Украины Европейский союз популярен не настолько, как на Западе. У нас показатель почти 33%. Но даже эта цифра превышает количество сторонников Таможенного союза. Правда, ненамного. Поддерживают восточный курс 26,2% жителей южных регионов Украины. У нас на юге в основном еще не определились. Таких, по данным этого опроса, более 33%. Военно-политическая сфера тоже интересовала авторов исследования. Выяснилось, что менее половины, 46,1% украинцев, хотят, чтобы наша страна вошла в НАТО. Почти 34% опрошенных категорически против Альянса. 14% не определились. И 6% не участвовали бы в голосовании вовсе, если бы оно, конечно, состоялось. И снова давайте углубимся в регионы. Западный вполне прогнозируемо лидирует по количеству сторонников этого военно-политического блока. Только южный, причем даже не восточный регион Украины в 60% случаев проголосовал бы категорически против. Кстати, на востоке Украины этот показатель почему-то ниже. 43%. И давайте проанализируем последний, третий аспект. Протестные настроения украинцев. Они, разумеется, есть, но не настолько сильны, чтобы в очередной раз вывести людей на Майдан. Во всяком случае, так считают социологи. Давайте подробнее. 36,6% опрошенных специалистами Института Горшинина ни за что бы не вышли на митинги против власти. Даже если бы были недовольны ее действиями. Скорее всего бы не вышли на Майдан 19,3%. Скорее всего бы вышли 19% украинцев, 9% не определились. И точно приняли бы участие в новой революции лишь менее 16% участников этого социологического опроса. Какие выводы можно сделать из этого социологического исследования? Очевидно, что нынешняя власть пока может быть спокойна. С силовыми методами в ближайшее время ее менять, похоже, никто из граждан Украины не собирается. Правда, перед событиями 2014 года социологи тоже обещали безоблачное будущее для тогдашней украинской власти. И помним, чем все это закончилось.